посвящен самим Господом Кришне. Поэтому Наша Самбрадая берет свое начало от Господа Кришны. Однако в течение некоторого времени после Матхавачари и Кришна концепция была утрачена. Но Шила Матхавандра Пури вновь дал ее во всем своем великолепии. По беспричинной милости Шри Читани Махапраду. Он является подлинным гуру Рагамарги. Шила Матхавандра Пури показал этому миру путь искреннего любовного служения Господу. Он был живым воплощением ростка Кришна Прему. А следующего за ним Шри Гавранга, огромным ветвейственным деревом. Гавранга, как вы знаете, это сама божественная Чита Шри Шри Радхагданили. Все его спутники, такие как Шила Рупа Гасвами, Шила Санатана Гасвами и другие, принадлежат к нашей святой Рупану Гасампрадая. Одна ее часть берет свое начало от Кришны и продолжается до Шила Матхавандра Пури. Другая от Шила Матхавандра Пури до нашего чая Шилы Прабхупави. Он, божественный рассказ о Шиле Матхавандра Пури, поведанный самим Господом Гаврангой. Он был очень близким, преданным слугой Кришны и Шире Радхики. Сама Шимати Радхика одарила Шилу Матхавандра Пури всей полнотой своей милости. Эту удивительную историю Шилу Матхавандра Пури Шри Гавранга рассказал своим спутникам во время остановки в Римуне. Ариса, это между Калькуттой, эта деревня находится между Калькуттой и Джаганатхапури. Прямо почти на середине, там чуть-чуть в сторону Калькутты, дальше. На пути в Джаганатхапури Шри Гавранга услышал ее из лотосных уст своего духовного учителя Шри Шварапури. Шилу Матхавандра Пури был исполнен великого друга отречения. Он никогда не просил подаяний. И во всем, что происходило с ним, видел милость только Кришна. Если ему давали пищу, а он принимал столько, чтобы только утолить голодь. Когда еды не было, он постился. Но милости никогда не просил. Таков был его принцип. Он был всегда погружен только в воспевание святых имен Кришны. Так он странствовал по всей Индии, особенно часто бывая во Вриндаване. Однажды, находясь во Вриндаване, Матхавандра Пури входил в холм Гавардхан во Вриндаване. И после вечернего омовения в Гаиндакунде сел под деревом и стал успевать имена Кришны. Когда Матхавандра Пури начал дремать, вдруг перед ним, держа в руках горшок с молоком, появился какой-то очень красивый мальчик в одежде пастушка и с речаивательной улыбкой. И спросил, почему ты не просишь Матхукару подаяния? О чем ты думаешь? Пожалуйста, выпей молока. В нашей деревне никто не останется без еды. И у нас в деревне не пастятся. Я сам приношу пищу каждому, кто голоден. Видя удивительную красоту этого мальчика, Матхавандра Пури был полностью счастлив. А этот сладкий голос утолил его голод и жажду. Он спросил мальчика, как тот узнал, что он воздерживается от пищи, паститься. В ответ мальчик сказал, женщины из нашей деревни пришли постирать белье и набрать воды из пруда. Увидев тебя, подумали, что ты голоден. Поэтому они прислали меня к тебе и дали немного молока. Возьми его. Я ухожу, потому что уже время вечерней дойки коров. Но я скоро вернусь и заберу этот горшок. С этими словами мальчик покинул это место. Матхавандра Пури был сбит с толпы, его необычайной красотой и поведением. Он выпил молока и снова стал воспевать имена Господа. Он не спал всю ночь, с нетерпением ожидая возвращения мальчика. На рассвете он задремал, и мальчик во сне снова появился перед ним. И взяв его за руку, повел к колючему лесу, который находился недалеко. Говоря, меня зовут Шри Гапал, я господин этой деревни. Вражанабх, внук Кришны, установил мое божество Шри Гапала. И с того дня я жил здесь. Но в этих краях бесчинствовали безбожники, которые пытались помешать поклонению мне. И мои преданные убежали в страхе перед мусульманами. С той поры я живу в этой роще. Видишь, вот это место. Я очень страдаю от холода и жары, дождей и ветров. Прошу тебя, приведи с собой жителей деревни и унеси меня отсюда. Пожалуйста, перенеси меня на Гавардхан и построи там храм. Я очень давно жду тебя. Ты искренне, полностью предан мне. И поэтому я очень хочу, чтобы ты служил мне. Пожалуйста, омой меня как следует, прохладной водой. И установи меня на Гавардхане. С этими словами мальчик исчез. Неожиданно Матхайендра Пури проснулся. Вспомнив все, он почувствовал глубокое сожаление. Он сокрушался и сильно плакал. Я видел самого Кришну, но не узнал его. Через некоторое время он успокоился и стал выполнять наказ своего Господа. Он принял утреннее омовение и позвал жителей Вриндауна. Все, кто жил и живет во Вриндауне, считают Кришну своим членом семьи. Поэтому они с большой радостью осмотрели лес. Нашли божество Гавардхан Тхари Гапала. Для проведения грандиозной церемонии поклонения Господу Матхайендра Пури пригласил опытных брахманов, которым дал посвящение в Айшнаускую сампродаю и начат приготовление к пышному празднику Анапхуд, на котором Господу предлагают рис и множество изысканных язв. Такие празднику выстраивал для Кришны Нанда Махараджи. Радостная весть об этом облетела все окрестные селения. И для участия в торжествах стали стекаться сотни и тысячи людей из самых разных уголков. Все были поражены духовной силой Шилы Матхайендра Пури. Ежедневно для предложения Господу готовились сотни различных блюд. Вечером Матхайендра Пури укладывал Господа спать. Сам он довольствовался лишь несколькими глотками молока. Так, день за днем продолжалось это великолепное празднество. Матхайендра Пури принял в ученики еще двух брахманов, которые проводили служение Господу с подобающими ему царскими творчестями. Божество Гавардхани Тхари Гапал был установлен на каменный трон на Гавардхане. Так, проведя все необходимые церемонии, Гапала установили и на Гавардхане. Преданные отовсюду приходили увидеть божество и приносили ему разные подарки. Один богатый кшатри, правитель, построил для Гавардхана Тхари Гапала храм и обеспечил всеми нужными парфенариями для поклонения Пуджам. Матхайендра Пури поклонялся Гапалу около двух лет. Однажды Ши Гапал вновь явился к нему во сне. Он попросил, жар моего тела все еще очень высокий. Пожалуйста, принеси мне сандаловую пасту из Джаганатха Пури. Еще одно название – это Нила Чавадхама. Чтобы охладить мое тело, никто, кроме тебя, не сможет этого сделать. Так что иди прямо сейчас. Матхайендра Пури проснулся. Чтобы выполнить желание возлюбленного Господа, он доверил поклонение Гапалу двум своим ученикам-мрамам из Гауды, Бенгали, которые незадолго до этого решили принять отреченную образ жизни, получили на него посвящение. И он отправился в путешествие в Нила Чавадхама. Спустя несколько месяцев он достиг Римуны. Там, в созерцании непревзойденной красотой шли Гапинатки. Матхайендра Пури просто плавал в океане любви, сидя перед Божеством. Пел ему молитвы. Наблюдая за поклонением Божеству, он убедился, что в этом храме всегда делается очень хорошо. Он расспросил Брахмуна о том, как кормят Ши Гапинатки. И тот детально описал ему все правила и церемонии. От Бали Абхоги до Раджа Абхоги. Также он рассказал, что вечером после подношения Раджа Абхоги обеда Божеству Гапинатки в качестве Шаяна Абхоги, ну то есть полдника, предлагает 12 горшочков кшира, уваренное молоко. Этот кшир называют Амрита Келли, потому что по вкусу он такой же, как нектар бессмертия. Тем временем колокол возъяснил в начале церемонии Арати. После того, как Арати завершилась, Матхавендропурик распростился перед Божеством в поклоне и подумал про себя, что если бы ему удалось достичь немного предложенного кшира, он мог бы попробовать его и затем сделать такой же своему Гапалу. Но он не стал ничего просить. Он ел только то, что люди давали ему сами, без просьбы с его стороны. Кроме того, он принимал ничего, кроме молока. Поэтому, подумав единственный раз в своей жизни, так он испытал огромный стык за свое желание попробовать кширопхову. Так, никому ничего не сказав, он вспомнил имя Шри Вишну, чтобы искупить оскорбление, и ушел из храма на опустевший к вечеру деревенский рынок, искренне воспевая святые имена Господа. Тем временем, Куджари, священник, уложил спать Шри Гапинатху и сам тоже отправился отдыхать. Шри Гапинатх явился к нему во сне ночью и сказал, «Пожалуйста, встань!» Я спрятал под своей одеждой горшок с кширом. «Как можно скорее открой алтарь, забери его и отдай святому по имени Матхавендра Пури, который воспевает молитвы на рыночной площади». Священник проснулся. Он тут же принял омовение, вошел в алтарь и, к своему удивлению, действительно увидел горшочек с кширом, скрытый одеждами божества. Преисполнившись духовного счастья, он взял горшок и, выйдя на рыночную площадь, громко позвал Матхавендра Пури к Госвами. «О, тот, чье имя Матхавендра Пури, пожалуйста, прийди и забери у меня этот горшок». Гапинадха сам украл этот горшок с кширом именно для тебя. Прийди, пожалуйста, забери этот горшок с кширом и насладись просадом с великим счастьем. Ты самый удачливый человек во всех трех мирах». Матхавендра Пури услышал этот и понял, что зовут его. Священник рассказал ему о велении Господа и отдал горшок с кширом. Затем священник распрострелся перед ним в поклоне и вернулся в храм. Охваченный трансцендентной радостью, Матхавендра Пури вкусил и насладился кширом, разломав глиняным горшок на кусочках, завернул их в свою одежду и потом каждый день съедал по одному кусочку. А ночью в медитации он увидел шри-шри Радху и Кришну, танцующих на берегу Емуны, среди поющих им славы Сархи, как в ночь полнолуния месяца Картика. Он пришел в себя перед началом рассвета. Смиренный Матхавендра Пури подумал, что если он останется в Емунии до рассвета, вокруг него наверняка соберется толпа любопытная. Поэтому он предложил свои поклоны к Апинатхе и ушел из деревни, не дожидаясь рассвета. Следующим утром слава великому Матхавендра Пури разнеслась по всем окрестностям. И с тех пор к имени шри-гапинатхи добавили слово кширочора, что означает тот, кто украл кшир для своего преданного. Изначально это божество звали Мадана Гапал, потом Джая Гапал, затем Гапинат. И в конце концов нано получило имя кширочора Гапинатхи. Господь Кришна славится по всему миру, как величайший воришка. Воруя масло в домах старших пастушек в Раджа, он получил имя Нани Чора. Украв одежды гопи, он стал басан Чора. А из-за того, что он похищает сердца своих преданных, его зовут Чита Чора. Не стоит думать, что он показал свою склонность к воровству недавно. Эта традиция продолжается с незапамятных времен. Будучи верховным господом, которому принадлежит все, он тем не менее из любви к своим преданным являет эти удивительные игры. А еще Господа во все времена называли Хари. Это тот, кто уносит материальные страдания. Матхавендра Кури совершил полномничество в Нелачалу и рассказал о желании Гавардхан Гапала священникам Господа Джаганатка Кури. Слуги царя Кури тоже знали, что Гапал просит сандаловую пасту из Нелачалы и донесли об этом царю. Царь приказал двум служителям храма Джаганатки помочь Матхавендра Кури принести сандаловую пасту и дал ему, кроме этого, еще и камфору, которая служит превосходным выхлаждающим средством. Святому Матхавендру Кури была выдана особая бумага, обеспечивающая безопасное путешествие по царству Арисы. Неся сандаловую пасту из Нелачалы, Матхавендра Кури снова проходил через Римуну. Служители Гапинатки узнали Великого Святого и приняли его с большим вниманием и радушием. Вечером священник принес ему Абрита Келли, Шир, и Матхавендра Кури с великим почтением принял Махапрасат от Господа и лег спать. Перед рассветом Гапал с Гавардхана явил ему в сон и сказал, «О Матхава, я уже получил сандаловую пасту и камфору из Нелачалы, просто смешай камфору и сандаловую пасту и нанеси на тело щи Гапинатку. Тогда жарное его тело остынет, знай, что Гапинатка и я суть одна, и не сомневайся в этом». Матхавендра Кури проснулся, переполненный экстазом. Он позвал священников и сказал, «Пожалуйста, смешайте камфору с сандаловой пастой и нанесите ее на тело ши Гапинатки. Это уберет жар тела у моего Гапала на Гавардхане. Пожалуйста, наносите сандаловую пасту на тело ши Гапинатки в течение всего лета. Два человека сопровождают меня, и если вы добавите еще двое, эти четверо смогут готовить сандаловую пасту. Я могу даже заплатить им за это». Священники с радостью согласились. Матхавендра Кури остался в Римуне и некоторое время спустя покинул этот мир. Мы видели в Римуне небольшой по размерам прекрасный самакхи Шила Матхавендра Кури. Рассказывая историю Шила Матхавендра Кури, Гауранга испытывал экстатический восторг. Перед своим уходом Матхавендра Кури был до безумия опьянен Кришна Премой, божественной любовью, и очень страдал, ощущая разлуку с Кришной. Эти страдания вызывали у него неудержимые потоки слез. И Швара Кури служил Матхавендра Кури в последние дни его пребывания в этом мире. Служение Швара Кури проявлялось даже в самом незначительном, за что Матхавендра Кури очень любил и превозносил своего ученика. Пребывая в состоянии глубокой печали, Матхавендра Кури всегда пел одну шлоку. С этой шлокой на устах святой Матхавендра Кури оставил тело и вернулся во врач. Гауранга слышал ее от Ишвара Кури, и там, в Риму Надхаме, он поделился ею со своими преданными. О мой Господь, о самый милостивый Господин, о хозяин Матхуры, когда же я снова увижу Тебя? В разлуке с Тобой мое взволнованное сердце разрывает стрепещет. О мой единственный возлюбленный, что же мне делать теперь? Воспевание этой шлоки вновь и вновь переполняло сердце Макапрабху экстатическими чувствами. Он говорил, что эти стихи есть не что иное, как слова самой Шамати Радхики, раскрывшиеся в сердце Матхавендра Кури. Кришнадская Радж дал им свое толкование. Эй шлока Каячхена Радха Тхакурани, Таракрипая Спхураячхе Матхавендра Вани, Киба Гаурана Чандра Иха Кари Асвадана, Иха Асвадате Ара Нахи Чаху Чана. Сама Шамати Радхарани поведала эту шлоку Кришне, и лишь по ее милости он проявился в сердце Матхавендра Пури. Только Радхика Кришна Гаурангой Матхавендра Пури знает истинный смысл этого стиха. Радхарани испытывала сильнейшие муки в раздуке с Кришной, и ее настроение отразилось в этих стихах. Эта боль разлуки с Кришной появилась в сердце Матхавендра Пури. Гауранга говорил, что на земле нет человека, способного до конца понять значение этой шлоки. Ее воспевала Радхарани, и эти слова, явившиеся в сердце Матхавендра Пури, охватили его страданиям божественной разлуки. И сейчас он, Гауранга Махапрабу, ощущает настроение, выраженное в этой шлоке. Никому боли не дано по-настоящему понять ее глубочайший смысл. Когда я слышал эту шлоку от Шилы Бактистан Царасвати Дракура, я думал, в этот мир приходил Митинанда Пури, ученик Матхавендра Пури. В земле, в него являлись великие святые. В этот мир приходил Митинанда Пури, ученик Матхавендра Пури. В него являлись великие святые. Однако Кавераджга с вами пишет, на этой земле нет четвертого человека, кто мог бы до конца понять и прочувствовать ее, как богатство, заключенное в этой шлоке. Все попытки осознать глубочайший смысл этого стиха обречены. Его можно понять по милости только Шимати Радхики. Когда же это произойдет? Это Сифон Царасвати пишет. По всей вероятности никогда. Лишь благодатная милость Радхарани, проливающая на нас через истинного Гуру Дева, может наполнить наши сердца страданием разлуки. Все, что Гауранга дал этому миру, заключено в этой шлоке, выражающей саму суть Кришна Прему. Кавераджга с вами предупреждал о том, что необходимо ясно осознавать собственное положение. Если бы Радхарани не была милостива к Матхавендра Пури, эти слова никогда бы не проявились в его сердце, и он не смог бы их воспевать. Сам Господь, приняв образ Гауранги Макапрабху, переживал настроение, выраженное в этой шлоке. Настроение Кришны с сердцем и сиянием Радхарани. Поэтому Кришна Каверадж говорит о том, что нет поистине четвертого человека, способного понять ее до конца. И все же, милостью Матхавендра Пури это настроение может проявиться в нашем сердце, пишет все-таки Бартистан Старосвати. Но ожидать его мы не вправе. Мы находимся в суетном, полном иллюзии мире. Лишь тогда, когда пелена заблуждения спадет с наших глаз, и духовный мир раскроется нашим обзором, мы по милостившей Матхаратхике, принимающей наше служение в образе истинного Городео, получим способность к осознанию духовного мира души. На этом заканчивается.